Уважаемые коллеги, добрый день. Надеюсь, что нас хорошо видно и слышно. Наш сегодняшний вебинар посвящен одному и одному из важнейших, пожалуй, сервису, который предоставляет Crossref для пользователей своей технологии. Это сервис Crossmark и индикатор обновления контента. Сначала будет небольшая презентация, после чего мы ответим на ваши вопросы. Вопросы также можно будет задавать в чат. Мы постараемся и мои коллеги непосредственно из Crossref и я постараемся на них отвечать. Если вдруг мы не успеем ответить на все вопросы, то для вашего удобства у нас в Naikon действует служба поддержки Crossref. Ее электронный адрес можно посмотреть на сайте, а вообще он звучит как Crossref собачка Naikon.ru. Туда можно будет задавать все остальные и прочие вопросы и мы с коллегами будем на них отвечать. Я не представился, прошу прощения, меня зовут Максим Митрофанов, я работаю на Naikon, занимаюсь нашими партнерскими программами. Если вдруг кто-то совсем новый к нам присоединялся, кто еще не знает. Итак, сервис Crossmark – это индикатор обновления контента. Здесь речь идет, конечно, о научном контенте, о тех статьях, которые публикуете в электронной версии вашего журнала, то есть на сайте журнала. Почему это настолько важно? Безусловно, читатели должны знать, что источник информации, то есть статья объективно соответствует времени, соответствует современным знаниям. Бывают случаи, когда авторы доработали статью или внесли какие-то изменения и дополнения в уже опубликованный текст. И донести эту информацию как раз и позволяет вот этот сервис Crossmark, отметка Crossmark в статье. Но и, безусловно, с другой стороны, со стороны издателей, работа по… очень важна работа по обновлению контента, в том числе и репутационно, безусловно, потому что это позволяет вашим потенциальным пользователям, читателям, доверять той информации, которую предоставляет журнал и, соответственно, издательство. Можно эти обновления действительно показывать совершенно разными способами. Здесь далее мы покажем несколько примеров того, как это может происходить. Вот, например, один из довольно интересных и популярных зарубежных журналов. Вот вы видите вверху статьи, я показываю мышкой, здесь есть ссылочка на некоторые исправления того, что… есть уведомление о том, что в эту статью были внесены какие-то изменения. Это вот как один из возможных вариантов. Известнейший мегажурнал PLOS ONE. Они позволяют это делать… прикладывают дополнительный PDF, дополнительную верстку статьи с приложенными изменениями. Вот здесь вот так это выглядит у коллег. Здесь пример того, как дополнительное всплывающее окно организовано, идет сообщение о том, что статья была ретрогирована, ну или какие-то другие изменения с ней произошли. И все это на самом деле замечательно. Но не исключено, что всем, и читателям, и вам, ну и становится все более и более популярным видеть и представлять себе обновления, выдержанные в одном стиле. И здесь как раз хорошим решением может стать сервис Crossmark, который обозначается вот такой вот кнопочкой, которая здесь на картинке в правом верхнем углу слайда. Эта кнопочка встраивается, впечатывается или верстывается, как угодно можно назвать, в тот формат представления статьи, который вы используете. Это может быть PDF, это может быть HTML и так далее. Она является активной и при клике на нее показывает информацию, которую издатель посчитал необходимым внести в статью те или иные дополнения. Для читателя это простой способ без дополнительных поиска глазами по странице, где же что же получить достоверную информацию. Эта информация привязана к DOI и навсегда, как и DOI, навсегда остается со статьей и может быть доступна как через сайт журнала, через электронную версию журнала, так и через Crossref. И все это работает через сервис API, то есть это современная технологическая такая вот история. Вот один из примеров зарубежного журнала, который на российскую тематику, кстати говоря, использует вот этот сервис. Вот так выглядит страница статьи с интегрированной в нее, давайте назвать это кнопкой проверки текста на актуальность. Что происходит при клике? При клике на эту кнопку читатель может видеть информацию о внесенных изменениях. Или то, что версия статьи, размещенная на сайте, является абсолютно достоверной и актуальной на настоящий момент. Вот как это выглядит здесь. Или то, что в текст статьи были внесены какие-то изменения и появляется возможность эти изменения посмотреть. Или, например, то, что статья в силу любых обстоятельств была ретрогирована и не может, условно говоря, считаться достоверной, может быть, если так можно. Цифры. Более 550 издателей используют сервис Crossmark и загружают туда методанные. Это ни много ни мало 6,5 миллионов дой. Около 1% из них это обновления. В основном, конечно, идет информация о том, что статья в силу каких-то причин была ретрогирована. Вот примерно такие факты мы можем здесь привести. Какие преимущества этого сервиса? Этот сервис позволяет читателям, потенциальным исследователям, потенциальным коллегам, которые будут цитировать материалы, опубликованные в вашем журнале, понимать, что информация надежна и заслуживает полного доверия и, соответственно, последующего цитирования и использования в собственных исследованиях. Это действительно удобно. Вся информация, и обновленная в том числе, находится и хранится в одном месте и хранится всегда. Она привязывается к цифровому модификатору статьи. Информацию о том, что контент был каким-то образом обновлен, можно размещать в любых форматах отображения контента. Это может быть HTML, это может быть PDF и другие распространенные форматы. Это позволяет исследователям использовать наиболее современную версию работы и опираться на нее в своих дальнейших исследованиях. И, естественно, это позволяет более широко распространить вашу информацию, сделать ее более открытым. А вы знаете, наверное, что открытость сейчас – это одно из основных и ключевых слов. Сейчас, в основном, на самом деле, идет борьба за открытость контента. Не в плане открытого доступа, хотя это тоже имеет место быть, но и сообщение потенциальным читателям о том, что этот материал является важным, является интересным, подготовленным по всем правилам, с учетом всех современных тенденций и так далее. Что, конечно, очень важно, что, конечно, привлекает цитирование к тому или иному материалу. Одним из, наверное, важнейших вопросов, которые могут встать, мы попробуем ответить прямо сейчас – это как присоединиться к этому сервису CrossRef, к сервису CrossMark, одному из элементов CrossRef. Это можно сделать напрямую через CrossRef. Ну, перво-наперво, конечно же, у вас, у вашей организации, у издательства, у института, у вуза должен быть непосредственный договор с самим CrossRef на работу с цифровыми идентификаторами. После чего вы направляете обычное письмо в свободной форме, написанное, конечно, на английском языке, на адрес, вот указанное здесь, CrossMark, нижнее подчеркивание, инфа, собачка CrossRef, и говорить о том, что вы какая-то организация с таким-то префиксом DOI и хотели бы подключиться к этому сервису. Параллельно необходимо создать так называемый policy page, страницу политик CrossMark на сайте вашего журнала, в электронной версии вашего журнала, в которой подробно и четко прописать, как журнал относится к ретрогированию статей, как, какими правилами и методами редакция руководствуется, когда вносят какие-то обновления или изменения в контент уже опубликованного материала, и присвоить ей DOI. Соответственно, после чего можно зарегистрировать метод-данные в CrossMark, при верстке рукописей, когда рукописи превращают уже непосредственно в статьи, необходимо вот эту кнопку CrossMark, которую мы видели раньше выше, вверстывать внутрь статьи, делать ее активной, после чего размещать в электронной версии на сайте журнал, и после чего при необходимости обновлять информацию об обновлениях, ну или давать информацию о том, что данная статья не претерпела каких-либо изменений и является актуальной, через вот это вот, через сервис CrossMark. Вот здесь указана ссылочка, по которой можно это посмотреть более подробно, но и еще раз мы тоже готовы отвечать на ваши вопросы через службу поддержки, русскоязычную службу поддержки CrossRef, организованную на ИКОН. Вторым путем является организация этого процесса через ИКОН. То есть точно так же, как многие-многие из вас имеют договоры на использование цифровых квалификаторов до и через CrossRef, ровно так же можно работать и с сервисом CrossMark. Мы просто добавляем, вы, наверное, помните, как выглядит наш традиционный договор, там написан префикс «дой», там прописана стоимость во второй ливеечке, во втором окошечке прописана стоимость каждого «дой» свежего и архивного. Если вы будете использовать CrossMark, там появится просто третья строчка, в которой будет прописан порядок для работы с CrossMark. Вместе с тем, не могу не отметить, что мы, помимо всего прочего, ИКОН является еще и издательством и может работать с вашими журналами. Сейчас несколько упрощенно скажу, в том числе и верстать. Рукописи журнала, уже вставляя и верстывая туда вот эти кнопки и совершая все необходимые действия за вас, собственно говоря. Здесь живой пример журнала, российского журнала, который называется «Наука и научная информация». Его издает сам ИКОН, уж простите. Главным редактором является Эмин Константин Разумова, многие из вас ее знают, который использует уже этот сервис. И вот так это выглядит на странице статьи, опубликованной в журнале. в этом виде, вот здесь эта кнопочка, которая имеет место быть. И вот так выглядит в нашем случае PDF статьи. Вот здесь вот эта кнопочка также установлена. При нажатии на нее на сайте журнала исследователь может увидеть все, что происходило с этой статьей. Вот на самом деле получается такая достаточно короткая презентация. Больше картинок у нас сейчас нет, поэтому, может быть, мы обратимся к вопросам. Рэйчел, извините, что ты думаешь, может быть, мы начнем ответить вопросы? Да. Потому что мы уже не закончили слайдами и презентациями. Да, я думаю, что время для вопросов. Окей. Тогда давайте я начну с самого начала. А, вот тут уже, да, тут уже, извините, я читаю по очереди, поэтому не сразу. Запись вебинара будет. Она будет высвана на электронной почте участников. Кроме того, через некоторое время она будет доступна на сайте Crossref в соответствующем разделе, куда выкладываются все вот эти вот вебинары. Значит, про запись вебинара сказали. Файл презентации будет размещен точно там же, на соответствующей странице, на сайте Crossref. Если вам не хотите этого дожидаться, по крайней мере, вот этой презентации, то, пожалуйста, напишите в службу поддержки Crossref на Иконовской, и я вам ее вышлю. Тут вот много вопросов про то, что нужно оправить файл, и вопросы со звуком. Большинство слышало, я надеюсь, наше выступление. Есть ли инструкция, как версию с кнопкой Crossref? Инструкция есть на сайте Crossref. Это такая программная вещь, она касается программистов. Мы будем готовы через службу поддержки работать. Инструкция. Есть ли инструкция по работе с Crossmark? Инструкция по работе с Crossmark тоже есть. Как начать? Она у нас с вами идет вот по ссылке, которую я показывал. Вся эта информация доступна на сайте Crossref. Если будет сложно найти, пишите нам, мы поможем. Вот это, кстати, интересный вопрос. Нужно ли удалять файлы с ошибкой, или можно поверх их загружать? Значит, есть, ну не знаю, правила, что ли, или рекомендация, или пожелание. Что значит с ошибкой? Значит, если там какие-то орфографические ошибки, туда можно, наверное, и разместить по новой. Если это ошибки смысловые, или тем более, если материал был ретрагирован, то уничтожать его не стоит. Нужно именно пояснять, скажем, причины ретракции, или давать поверх, как вы правильно написали, новую информацию, которая отвечает современным реалиям. Так, какова стоимость сервиса? Значит, вы, наверное, уже привыкли работать с ДОЙ, и знаете, что регистрация каждого ДОЙ имеет свою некую стоимость. Ровно так же и с Кроссмарк. Стоимость, если вы сотрудничаете с Кроссрефом напрямую, можно посмотреть на их сайте через Naikon. Каждая вот эта вот отметка Кроссмарк, регистрация вот этого Кроссмарк, будет стоить 60 рублей по состоянию на сейчас. Адрес службы поддержки какой? Адрес crossref-sobachka-naikon.ru Давайте я вам покажу, как проще всего на него написать. Рэйчел, may I show to the audience how to apply to Naikon's Кроссреф support? Many people have asked about that. Yes, that's fine. I think if you're sharing your screen, you should be able to... Yes, yes, absolutely. Sure, thank you very much. Уважаемые коллеги, сейчас я вам покажу, как проще всего написать службу поддержки. Я зайду на сайт elpub.ru Наверняка уже вам знакомы. Сейчас я закрою окно чата, чтобы вам было видно. Итак, сайт elpub.ru. Вот здесь я кнопочка «Кроссреф дой». Кликаем сюда. Здесь информация с левой стороны по до и по заключению договора традиционной, вы ее многие видели. А вот здесь баннер и ссылка на техническую поддержку на русском языке. Кликаем сюда. И здесь видим номер телефона. И здесь видим адрес электронной почты. Можно писать напрямую туда. Или можно делать это через вот эту компактную форму. Надеюсь, я сейчас на вот этот вот вопрос ответил. Можно ли вносить изменения в название журнала орфографические? Название журнала вы имеете в виду, наверное, при регистрации дой. Это не совсем относится к нашей теме, но тем не менее, значит, когда вы зарегистрировали ваши дой самый первый раз, в «Кроссрефе» формируется учетная запись, которая имеет три такие постоянные сущности. Это префикс вашего журнала, SSN журнала и написание журнала. Соответственно, если в следующий раз вы напишите журнал по-другому, поменяете буквы, сделаете какие-то буквы большими, какие-то маленькими, дой у вас не зарегистрируется второй раз, потому что первый раз вы зарегистрировались с другим названием. Для этого нужно будет написать в службу поддержки «Кроссреф», ну или через нас это сделать, что ваш журнал называется вот именно вот так и никак иначе. Коллеги из «Кроссрефа» поменяют у себя там в электронных мозгах, и тогда вы сможете регистрировать дой на новое название, если я правильно понял ваш вопрос. Вот если вариант кнопки в ПНГ и СВГ, сразу сейчас ответить на этот вопрос не готов, напишите нам. Но это такие несколько авангардные, извините за такое слово, варианты отображения информации, потому что нужно ведь не только давать интересно, нужно, чтобы это могло быть проиндексировано. ПНГ – это нечасто используемые верстки форматы, на наш взгляд, но давайте мы подробнее вам ответим чуть позже. Я думаю, что проблем с интеграцией того или иного в кнопки в любой из форматов не возникло. Нужно ли присваивать новый дой для обновленной версии статьи? Вот в том-то и дело, что этого делать не нужно, потому что вы даете не обновленную статью, вы даете информацию об обновлениях. Вот такие вот истории. В виде перевода можно ли оба названия использовать для дой? Вот у нас есть название журнала в виде транслитерации, в виде перевода на английский язык. Можно оба названия использовать для дой? Значит, как мы говорили выше, использовать можно одно название. Разумно использовать английское название, а не транслитерацию, потому что транслитерация будет не очень понятна. Информация об изменении в содержании статьи или тракции размещается на сайте Crossref или на сайте издателя. Вы получаете, поскольку этот сервис Crossmark принадлежит Crossref, то информация, математика процесса находится в Crossref. На сайте издателей и в статье располагается, конечно, вот эта самая кнопка. То есть, условно говоря, вот эти картинки, которые мы видели, о той или иной информации, они открываются с сайта Crossref, да. Так, каким образом нам подключиться через Naikon? Я про это сказал, да, точно так же пишите нашим коллегам Екатерине или Инне. Да, обновляется договор, обновляется приложение и так далее. Правильно ли я понимаю, что Crossmark для внесения изменений или его можно использовать вместо Crossref? Crossref – это название организации, которая предоставляет набор сервисов. Crossmark – это один из сервисов. Он не заменяет традиционные цифровые идентификаторы ни в коей мере. Он работает вместе с цифровыми идентификаторами. Если у статей нет своих родных дой, то Crossmark будет работать непросто. Вы не удаляете, то есть мы обновляем PDF. Старый файл не удаляется. Вносится, дается информация об изменениях. Ну вот, на этом такие основные вопросы закончены. Наверное, тогда пока все. Если что-то осталось непонятно или осталось за кадром, пожалуйста, пишите в нашу службу поддержки. Мы будем рады ответить с, можно даже с какими-то живыми примерами. А сейчас – спасибо и всего вам доброго. Рэйчел, мы are over. Cool. So, yeah, Максим, thank you for running the webinar and for your help with all of the questions. And thank you to all of the attendees as well. That was really useful. Спасибо большое. Thank you very much, Рэйчел. Thank you. Okay. Thank you. Bye now.